Отколесили. Самарские велосипедисты закрыли летний сезон. По традиции масштабным выездам на дорогах они устроили настоящий карнавал. На этот раз в организованной колонии через всю Самару проехало около 200 человек, в том числе клубы из Новокуйбышевска и Чапаевска. Марина Баркова продолжит. Как сезон откатаешь, так его и закроешь, убеждены велолюбители. Самому взрослому участнику велопробега за 70, самому молодому 5 лет. За плечами у каждого дорожный рюкзак и масса впечатлений от туристических, спортивных и даже патриотических покатушек. Велолюбители со всей области традиционно через весь город следуют в лесопарк Дубки. Панда, тигр, военный с автоматом. Костюмы участников велопробега выбираются под настроение. Образ Андрея Герасимова признан предостеречь одноклубников. Крутить педали на трассах города небезопасно. Водители часто могут не замечать просто велосипед. Поэтому нужно как-то себя обозначивать обязательно, более яркую одежду надевать, чтобы тебя было всегда видно. Ну и, естественно, соблюдать правила дорожного движения, на красный свет не ездить. Впервые к любителям неспешно крутить педали присоединились мастера маневренной и быстрой езды. Инновационный велосипед впервые выехал на тест-драйв. Оказывается, в Самаре собирают самые мощные электробайки в мире, которые по скорости не уступают скутеру или мотоциклу. Этот аппарат мы вообще собрали сегодня утром. Там была очень долгая история с запчастями, которые шли экспресс-почтой. Так что этот велосипед видит свет, можно сказать, впервые. Вот сегодня, как раз в этот день, и куча народа будет возможность почувствовать, что это такое. Летний велосезон объявляется закрытым. Велосипеды останутся зимовать до весны. Ну а самые отъявленные велолюбители поменяют резину и продолжат кататься. Марина Баркова, Сергей Костин. Новости губернии.